Здравствуйте, мои дорогие подписчики, друзья и гости моего канала. Цветоводы, любители клематисоводы, розоводы. Всех приветствую, всех хороших людей, которые заходят на мой канал. А если люди любят цветочки, то, как обычно, люди хорошие, с хорошей душой, светлые. Поэтому очень хочется и радостно вам рассказывать о своих любимых клематисах и розах. И вообще о других декоративных растениях. Сегодня я хочу рассказать вам о новом достаточно клематисе. Он называется Sweet Summer Love. Его производитель Щепан Марчинский. Этот сорт награжден в 2011 году серебряной, простите, бронзовой медалью в Голландии. Затем, немного позже, серебряной медалью. И также в США его наградили как за лучший сорт года. Как цветок за лучший сорт года. Значит, что из себя представляет этот клематис? Вы видите, что он достаточно меленький такой. Он фиолетово-пурпурный или бордово-пурпурный. У него цвет может как-то меняться. И фиолетовый быть, и бордовый. Цветочек очень-очень меленький. 3-4,5 максимум сантиметра. Но смотрите, сколько их много. Вот такие вот они малюсенькие. Тычинки светлые. И вы знаете, вот я его вот почему-то как-то вот случайно приобрела. Но вот что-то захотелось мне. А из-за чего захотелось? Захотелось мне из-за того, что я не поверила, что бывают такие сильно пахнущие клематисы. Ну вот по типу манджурского. Думаю, а ну-ка дай-ка я попробую. Почему бы и нет? Летом очень будет, ну прикольно, если будет какой-то запах там. Потому что летом в июле в основном же редко, когда клематисы цветут. В основном розы, да и то они вот тоже перецветают. А это думаю, ну а почему бы и нет? И вы знаете, я не ошиблась. Я в него влюбилась, в этот клематис. Потому что, ну вот у меня он достаточно еще молодой. И я, зная о том, что он будет достаточно высокий. Вот у нас теплица, здесь на теплице мы много посадили клематисов. А вот я сразу же его сюда. Потому что думаю, ну вот как раз будет и площадка как бы для обзора. Вот у меня сразу взгляд ляжет туда, да. И притенять будет наши вон горшочки с клематисами, которые мы будем уже очень-очень скоро продавать. И в общем-то запах тоже, это очень немаловажно. Ну вот как для меня. И действительно, он когда зацвел, я сразу почувствовала, что это он зацвел. Потому что в том году он чуть-чуть подцвел. И я уже этот запах запомнила. И я так уже издалека вот только подхожу сюда. И уже я чувствую, что его цветение началось. И правда, я прихожу, а он уже зацвел. Так вот цветение, оно перекрывает даже зеленую листву. Этих цветочков столько. И вот смотрите, сколько и бутонов. Одни отцветают, другие зацветают. И вот этот клематис зацветает именно в июле. В июле, в августе. И когда он потихонечку начинает отцветать. То есть он до октября. А в октябре уже у него просто единичные цветки. Но они тоже пахнут. И так уже я приобрела себе в коллекцию. Три вот таких вот обильно цветущих. Правда, меленьких. Но они такие душистые. Три клематиса. Это Ректал, Маньчжурский и Sweet Summer Love. Поэтому я думаю, что для таких посадок, как для украшения, как солитер. Он будет даже очень в хвойных каких-то будет в садах. Очень будет здорово смотреться. А если еще и с Маньчжурским рядом посадить. Или даже его в перемешку с этим. Это будет красота просто необыкновенная. Я это себе даже просто представляю. Если бы у меня было место разгуляться. Именно поэкспериментировать с этими клематисами. То, конечно, можно было бы в фантазии. У меня, конечно, хватает для всего. Жаль, не хватает места. Вот. Значит, этот клематис. Вы видите, что мы... Ну, в общем, все клематисы вот сверху на теплицу. Мы расположили на огуречную сетку. Здесь ячейка довольно-таки крупная. Но здесь ветер порвал ее. Ну, уже в этом году как бы хватит этого кусочка. Потому что клематис еще молодой. И достаточно ему будет повиться. Ну, куда-то там под... Его еще подкручу, подвешу. Он сбоку сюда полез тоже. Вот. Но он достигает высоты 3,5 метра. И я видела его уже у женщины, показывала. Она его прям как-то вот на столб вот так вот завела. Ну, это просто бомба. Это бомба. Поэтому для любителей вот таких вот клематисов я очень рекомендую, советую. Это, знаете, если, может быть, кто-то скажет, что да, мне не нравится, что вот мелкие есть лучше. Ну, знаете, это тоже так как бы на любителя. Потому что у меня их разных много. Может быть, я не знаю, я уже наелась теми клематисами. А вот это для меня действительно настоящая бомба. Новинка такая. Я просто не знаю даже свои эмоции, как передать. Действительно очень классный. Особенно вот то, что он бесконечно вот цветет и цветет. И цветущая у меня вот такая. Да, я просто представляю, я в следующем году все здесь сделаю аккуратненько. Сеточку натяну. И все его, в общем, завью так, как мне хочется, красиво. Да, и что еще? Самое главное то, что он уже осенью обрезается на уровне 30 сантиметров. Уходит в зиму. Буквально вот эта вся зеленая масса будет срезаться. И он будет зимовать так. И вы знаете, уже одну зиму он у нас зимовал. И в принципе, я довольна. Он отлично перезимовал. Ну, как бы у нас, конечно же, морозы не особо сильные. Но прекрасно он, конечно, перезимовал здесь вот у меня. Да, еще по весне как-то меня осторожно его поломали. Я все думала, ой, Господи, хоть бы он выжил. Потому что я его, мне он так понравился. Но вот, слава Богу, выжил. И вот, смотрите, цветет. И все, как бы, с ним пока что хорошо. Недавно буквально полила его настоем травяным. Вот, потом что еще? Мастером поливала. Ну, я поливала все клематисы, потому что такая жара. И вообще, думаю, уже последний раз, уже август месяц, надо их немножко подкормить. Там у меня уже надежда зацвела. И, Господи, вино за виолация. Вот, поэтому, вот этот вот клематис, видите? Видите? Вот, бабочки слетаются. Я думаю, конечно, что это может быть и не хорошая бабочка, какая-то гусеница. Но здесь просто бабочек немереное количество. Вот. Потому что запах очень сильный. Ну, в общем, Наверное, я думаю, что, а, запах, знаете чего? Миндальной косточки. Вот такой вот сладкий запах миндальной косточки. Кто любит, очень похоже на, бывают, кремы такие, шампуни. Вот прям вот запах вот такой вот. Ну, что могу сказать в свое окончание? Что, конечно, я его рекомендую всем. Есть клематисы, которые, в общем-то, красивые. Но в уходе и вообще в обслуживании они так себе. А те, которые действительно мне нравятся, вот я рекомендую их однозначно. Особенно для любителей таких вот именно клематисов. Так что всем пока-пока. Всем мирного неба над головой. Всем спокойствия душевного и равновесия. Вот. И, конечно, красивых и посадок таких, чтобы вам приносили удовольствие и радость. Всем пока-пока. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok